Сегодня на завтрак у нас каша геркулесовая молочная, чай и вафли. Столовая школы номер 36. Завтрак для младших классов. Казалось бы, вкусный, качественный и полезный. Но это меню не всем приходится по душе. Некоторые родители недовольны питанием детей. Но говорить об этом на камеру они боятся. У нас в Нижнекамске из меню бесплатный обед по-путински. Исчезло первое блюдо – суп. Во-вторых, детей во время продленки не обеспечивают полдником. Отсутствие супа и полдника – нарушение санпин. Дело в том, что с начала учебного года около 15 тысяч учеников начальных классов Нижнекамского района обеспечивают единоразовым бесплатным завтраком. Меню единое по всему Татарстану. Туда входит салат, горячее блюдо, напиток, овощи и фрукты. Стоимость 64 рубля 75 копеек. Эту сумму оплачивает государство по поручению президента России. Для детей, которые остаются на продленку, организовано дополнительное питание. За него родители отдают 22 рубля 25 копеек. Нашим организаторам питания в городе Нижнекамске предложено для родителей платное питание в трех вариантов. Либо это каши на молоке, либо это супы, либо чередование супов и каш. Выбор меню остается за школой. Школа совместно с администрацией и родительским комитетом определяет, каким видом меню будут питаться дети. Большинство учебных заведений выбрали кашу в качестве дополнительного питания. За суп проголосовали только три школы. Лилия Рафикова – мама восьмиклассника. Сегодня она пришла попробовать на вкус школьный юду. Женщине понравилось свое мнение. Она оставила в журнале для отзывов, который есть в каждой школе. Эти такие, конечно, сейчас избалованные. Что-то ему нравится, что-то лучше нет. У выбора, я считаю, что суп все-таки идет неотъемлемая часть обеда. Поэтому мы были не против, только за. Но все же главными экспертами школьного питания остаются дети. Одни из них съедают все, другие даже не притрагиваются к еде. Я такую кашу просто не люблю. Но мне там нравится как-то типа все. Но в столу мне не так интересно. На завтрак нам дают разные каши. На обед нам дают что-то вкусненькое. Попробовать еду, которую готовят дети, может каждый родитель. В школах для этого созданы брекеражные комиссии. Они ежедневно ведут контроль питания учеников. Альбина Валиева, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.